МЫСКИЕ КОТЛАМА МЫСКИЕ КОТЛАМА – это большой скалистый полуостров, далеко выдающийся в море. Он оканчивается отдельно стоящей скалой Иван-Баба. Глубина в этом районе порядка 20 метров. Где-то здесь, согласно письменным источникам, в конце 19 века затонул пассажирский пароход «Константин». Сегодня мы постараемся это выяснить, совершив погружение возле мыса. МЫСКИЕ КОТЛАМА МЫСКИЕ КОТЛАМА Только с тюркского их два – «Дикий прыжок» или «Прыжок дикой козы». Есть и еще один вариант – «Котлома» – блюдо из слоеного теста. Слоеный пирог, образующий мыс, покрыт оврагами с довольно скудной растительностью. У воды встречаются небольшие подводные камни. Все эти названия связывают с непредсказуемостью природы – разнонаправленными ветрами и внезапно налетающими штормами. Тогда становится понятно еще и название бухты «Двуякорная». Чтобы удержать судно на месте и не налететь на скалы, приходилось выпускать оба якоря. Раньше здесь на остров Иван-Бабу проходил мост. Он соединял с мысом Кикломой Иван-Бабу. Там раньше была часовня. Часовня служила маяком для проходящих кораблей. Глубина вокруг мыса Иван-Бабы составляет от 10 до 12 метров. На краю гряды скалы уходит гряда далеко в море. Мы вышли на координаты затонувшего корабля «Константин». Сейчас мы будем его пытаться искать. Безопасные подходы к мысу были оценены еще охотниками времен неолита. Здесь обнаружили несколько стоянок первобытных людей. В средние века гибель рыбака дала еще одно название – мыс Святого Иоанна. Позднее его стали называть Иван-Баба, Иван-Отец. Так это место обозначалось на картах и считалось очень опасным для мореходов. По некоторым источникам в конце 19 века в тумане здесь затонул пассажирский пароход «Константин». Мы совершаем обследование мыса Иван-Баба с целью обозначить реальные глубины и найти останки кораблекрушения парохода «Константин». Проход между мысом и скалой Иван-Баба достаточно узок и неглубок. На камнях много зеленой водоросли у львы. Погружение начинается с левой, восточной части мыса. Мы планируем обогнуть его на запад, промерить глубину и познакомиться с рельефом дна и подводными обитателями этих мест. На стенках у подножия скал в основном растут бурые водоросли. Когда-то камни были сплошь покрыты мидиями. Но сейчас в Черном море наблюдается общий кризис. Мидийный покров практически везде исчез. Из-за этого вода стала более мутной. Прозрачность сегодня составляла не более пяти метров. На грунте лежит небольшой якорь. Похоже, его потеряло два-три десятка лет назад какое-то маломерное судно. Слоеный пирог геологических пород, образующих мыс, имеет свое продолжение и под водой. Каменистые гряды уходят под небольшим углом все глубже и глубже. В расщеле находятся каменные крабы. Они вырастают до внушительных размеров. Дно засыпано раковинами мидий. Морской хищник рапана уничтожает любых моллюсков, попадающихся ей на пути, будь то мидии, устрицы или морские гребешки. Дойдя до крайней точки мыса, проверяем глубиномер. Вопреки информации из разных источников, дающих глубину в 20 метров, мы фиксируем в действительности всего 9 метров. Остается одно – отойти от края каменного массива на расстоянии метров в 50, нет ли там резкого свала, уходящего гораздо глубже. Справа остается каменный массив мыса, а мы идем левее. На дне почему-то много погибших каменных крабов. Часто встречаются их панцири и большие клешни. Радует то, что на камнях видны колонии небольших мидий, и есть надежда на возрождение этих моллюсков-биофильтров. Глубже дно сплошь покрыто мелким песком. Это любимое место крабов-плавунцов. В случае опасности есть где спрятаться. Склон, на удивление небольшой, из 10 метров сильно заилен. На нем почти ничего нет, кроме мелких рапанов, которые и тут делают свое черное дело, поедая морского гребешка. Дальше идти бессмысленно. Теперь становится ясно, что у мыса небольшие глубины. Следов кораблекрушения тоже не видно. Изредка попадаются небольшие рыбацкие якоря. Возле любого крупного камня или якоря, там где можно найти убежище, живут крупные каменные крабы. Причем в основном это самки. Они выбирают себе дом и укрытие для будущего потомства. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Железных затопленных конструкций становится здесь искусственным рифом и заселяется подводными жителями. Тут можно увидеть как хищников, например, морского ската хвостокола, так и совсем безобидного представителя морской фауны рыбу-иглу, родственницу морского конька. Рядом на камне притаился морской ёрш Скорпена. Своими колючими шипами он показывает всем «не троньте меня, уколю». Название Скорпена произошло от слова «Скорпион». Подъём к поверхности недолг и приятен красочными картинами неглубоких пейзажей. Обойдя вокруг скалы Иван-Баба, мы возвращаемся назад. Субтитры создавал DimaTorzok Дошли до 15 метров, но ни корабля, ни следов кораблекрушения, не обнаружили. Мыские Котлома, мыс Фиолент, мыс Тарханкут. В Крыму много интересных мест, посещаемых туристами. Но что находится там под водой, об этом вам рассказывает программа «Голубой континент». Субтитры создавал DimaTorzok